добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна я рада вас приветствовать на своем канале начинаю новую вышивальную неделю к сожалению уже начинаю в среду сегодня 22 снимать вернее начинают а вообще я конечно же и начала воскресенье как обычно с коллекцией и продолжила в понедельник вот вторник вот этим сюжетом хочу сразу сказать вам по поводу вот и такой съемки но не первый день на улице пасмурно сегодня вообще темно и ждать когда будет солнце посмотрел по погоде бесполезно вот сегодня у нас шел по прогноз должен быть снег шел дождь всю ночь я там поснимала красивые кадры обледенение веточек с капельками да значит ставлю в конце покажу все это вот но приходится снимать вот в таких условиях ничего не поделаешь при вот немножко тень потому что если совсем еще две лампы выключу оставлю только вот эту свою лампу да ну тут вообще темно будет как уже совсем пусть будет хотя бы так свет вроде все лампы светодиодные вот но такое все равно тень дают ну ладно давайте продолжим в общем я провела два дня с этой вот работой с маруськой и котовским от фирмы овен и мне вчера вышло видео на youtube поступил вопрос от юлии шнитке привет тебе юля я очень рада что ты смотришь мой канал даже была несколько удивлена да ну я тоже между прочим смотрю и юлю и некоторые такие вот канал где не вышел и вышивают только например сэмплеры что-то такое что не вышиваю я я тоже люблю смотреть такие видео вот я понимаю ну в какой-то степени я понимаю да людей которые смотрят например каналы где где не вышивают сэмплеры где вышивают вот подобные сюжеты вот и в общем она задала вопрос почему маруська и котовский ну наверное смутило вот это вот название котовский да по фамилии известного революционера советского вот но я думаю что это я так и всегда думала что зовут котов вот этих вот скорее всего это маруська а это котовский ну или наоборот котовский от производного от кот я даже почитала там от чего произошла фамилия там так и написано от кота да скорее всего так вот но вообще я когда начинаю вышивать любой набор я всегда обращаю внимание кто там художник кто там дизайнер да еще в интернете обычно а вот то что здесь написано мелкими буквами может быть но мы как всегда знаете не читаем это вода в любых там документах всегда нам говорят читайте мелкими буквами а мы не читаем вот и в этот раз я почему-то пропустила этот момент что написано по мотивам картин александра васильевича зорюкова может зорюкова не знаю как правильно произносится но тем не менее и в значит там тоже появился комментарий именно про этого художника что посмотрите это художник это его по его картине создан этот сюжет я пошла посмотрела естественно но знаете я вообще обычно когда вышью сюжет уже потом еще про художника все но бывает что конечно сейчас вышивальной недели я вставляю все равно про художника помните букет которая вышивала золото жар птицы тоже вставляла что этом тоже по разработке художника был сделано да вообще много художников у нас например елена вавилина да по по ее разработкам очень много сюжетов вот ну и вот я пошла посмотреть исходник и вообще вот даже сидела вчера и удивлялась я же всегда ищу исходник мне же надо посмотреть как вот у художника то было а тут вот ну прямо вырубила меня всю и там действительно прям сразу начала набирать александр за заряков и там не прям вышла маруськой котовский сразу да то есть картин так и называется его я так поняла все искал его там биографии но ничего такого не написано родился 56 году художник пейзажист я вот вам ставлю исходник этой картины какой он есть в общем то ничего не поменяли дизайнеры овен так как вот кто дизайнер здесь как раз таки а вот дизайнер а екатерина андреева она ничего не поменяла в этом все как есть так и нарисованы есть еще вот ставлю еще второй сюжет тоже нарисовал же он господи написал этот же художник только без котов тот же мостик тот тот же пейзаж только без котиков вот скорее всего может быть это коты художника может он там рыбачит ну нарисовал пейзаж себя-то вклинил куда-нибудь я откуда знаю как это было может быть просто наблюдал за подобным действием вот и нарисовал я что-то ничего больше про эту картину ничего не нашла никакого рассказа вот может быть к концу как я вышлю как к тому как снимать уже видео по этому сюжету может быть я все раскопаю дальше ну вот так получается что художник пейзажист это у него много подобных пейзажей там много с осенними сюжетами такими у него есть картины вот поэтому но все-таки это вот по названию котов да может тут было назвать конечно осень просто рыбалка или там что-то еще но так как здесь у нас на переднем плане этой картины сидят два кота кошка и кот скорее всего раз варуська и котовский да значит они главные герои здесь у нас вот и котовский ну просто на на кот котовский так может бывает что котиков котейка котяра или еще как нибудь называем маруська там например можно у меня дочка звала муросейка сейчас у нее кстати вот у средней дочери кот кошка маруська вот но там единственное что я посмотрела в оригинале кот он по-моему весь серый там нет ничего белого пятнышек я еще сидела со своим котом на днях тут не плюшек этот шарик любит на колени ко мне не по очереди залезть пока я вышиваю и я ему ну смотри говорю какая прелесть как раз дела обложку гривотат нам ты сидишь серый хотя думаю ты тут не серый но оказывается он все-таки серый шарик тут сидит и у меня таких у нас такой котик был однажды но это был котик тимофей вот но это вот морозькой морозька и котовский значит по мотивам картины александра зорюкова вот кому интересно можете еще раз открыть посмотреть и рассмотреть хорошенечко всю картину вот я прям рассмотрела все 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 вот как здесь нарисовано ничего практически не поменял дизайнер все как есть и вот я повышевал эти два дня дошивал эти там 2000 что было у меня 5000 за этот месяц и вот как раз у меня за этот месяц и получилось пять тысяч двадцать две два крестика ну тут еще плюс немножко там через запятую 5 но это бэкстич то чтобы вот здесь снизу когда я вышивала вот в основном вот это вот начала тут хотела лодку вышить вот уже у меня лодочник сразу почему-то мне когда говорю лодочник песня вспоминается до 1 было про лодочников которых от которого хотели убить не знаю по каким причинам уже не помню вот я начала с этой вот-вот тени от лодки и пошла вот это вот место расшивать просто раз взяла нитку черную например пошла поэтому и здесь еще один момент я вдруг заметила когда начала цифры писать да что у меня здесь не хватает вот десяти клеток как так получилось я не знаю но все правильно потому что я нумерацию началась когда начала вышивать снизу я и начала снизу делать значит все это правильно единственное когда я видимо разметку делала не просто десять клеточек этих как-то упустила вот еще то есть то есть то есть но это не половина половина вот она идет уже вот сюжета чуть больше половины у меня но у меня сейчас 50 55 процентов здесь выше то вроде так кажется уже дело концу почему-то мне так показалось хотя если по концу так это оставалось это был концу но мне так хоть их хочется уже побыстрее вышить и у меня осталось двадцать девять тысяч двести пятьдесят три крестика я посчитала до апреля как раз если никаких форст маржоров него возникнет если я в декабре не захочу отложить да там до конца декабря чтобы только вышивать новогодние сюжеты посмотрим посмотрим тут принципе как бы не знаю как ты все равно хоть и вот так вот разброс какой-то я не знаю почему мне здесь вышивать легче чем на величь природа или я просто уже психологически себя так настроил что ли как с шоколадной ночью у меня возникла вот эта проблема так вот она и у меня никак не никак не не рассосется ну ладно я в общем как нибудь ту проблему решу может когда дошью этого мне там и там как раз что-то там уже подрастет и станет легче вот вот такие вот дела еще помимо конечно вышивки я занимаюсь занималась на этой неделе другими делами вот такими сейчас будет опять на канале расширенка вот у меня все вот смотрите шоу нельзя сделать ручки от 2 готовы значит готовы две головы ручки тоже и вот так вот такой почти готовые у меня один есть но дело в том что как говорится вот я брала брала все это куда я положу а вот коробочка у меня еще вот такая одна есть здесь у меня проволочка лежит и вот такие вот шплинты лежат для игрушек я взяла и купила вот не купил я заказывала и побольше и поменьше и зачем я отказался от побольше вот говорится дурная голова она же никому покоя не дает правильно и себе тоже и вот я отказалась от больших мне показался небольшие два с половиной но как раз бы они вот в эту ножку были а вот сюда эти вот маленькие они как раз хорошего для ручек вот в чем они у меня и вставлены эти ручки все вот здесь вот я уже все вставила хочу его это вязать постирать здесь надо здесь у меня еще не довязаны вот здесь надо набить все тогда будет вот нормально держаться вот эти ручки мне кажется я еще вот нитками буду все равно здесь подтягивать потому что там по по мастер-классу они даже немножко вот так подтянуться вот так вообще в идеале конечно если делать ручки например у кукол да у них там вот между ними вот такая натяжечка еще идет вот чтоб они вот именно держались нормально там как бы резиночка всегда шла мы посмотрим я я стену немножко потому что и в ногах немножко стяжечка должна быть вот иголкой просто но пришивать прошлый раз пуговицы чуть так намучилась мне не хотелось и вот остались мне дошить ножки вот эти шпринты я уже заказала и на два с половиной на два сантиметра пусть будет как говорится лишними не станут вот они ножки все там у меня вставлен не картонка в этот раз пластик я вставила вот так и лежат у меня все эти вот здесь тоже организация вся вот эти немножко отдельно проволока проволока вставляется в ручки чтоб они вот так вот вот видите сгибались все но и вроде как бы уже заканчивается сегодня вот все утро мне сейчас сколько там у меня сейчас уже три часа дня я вот сидела с утра сегодня меха не знаете утром не хотелось рано вставать я вернее встала потом легла что-то такое вот какое-то из-за того что темно на улице хочется спать и я вот потом уже дела сделала вот это все вот связала и ручку довязала сегодня потому что хочу довязать вот сейчас получу вот эти шпринты все соберу сразу быстренько до набью и мне уже надо вязать одежду и быстренько связать все это отправить это будет новогодний подарок для внучек тут еще у меня лежат обещанные для них вот мне тоже моя подписчица дарила как-то присылала в этом году в этом году по-моему был вот такие вот наборчики там не еще ангелок лежит но и потом его вышлю а мне надо вышить вот эти я сегодня достал свою ну как бы тут немало до получается вышивать по фетру никогда не вышивала тут схема она вот такая какая-то я не буду никаких перенабор естественно побумажные буду и здесь носочек и варежка они там что-то между собой поделили кому что еще в корзину отложила шапочку и свитерок думаю надо купить тоже и потихонечку вышить вот это все отошли как и обещала подарить уже надо уже все это заканчивать поэтому это у меня как бы тоже время отнимает и я смотрю девчонки тоже многие стали как-то вязанием увлеклись некоторым зрителям это конечно не нравится вязание да но как бы я те девчонки которые тоже вышивают сейчас и вяжут вернее вяжут у них тоже в названиях канала нету что у них прям чисто вышивка по названию канала поэтому если предполагается там им фамилия только блогер то надо и понимать что будет не только вышивка в этом на этом канале вот поэтому я и не объявляла себя чисто вышивальным блогером потому что я могу сегодня повязать завтра пошить потом послезавтра еще чем-нибудь заняться мне нужна вот эта смена деятельности она вот как раз таки как бы немножко вот когда бывает такое что моменты надоедает вышивка чтобы вот не было вышивана нужно чем-то другим вышива заниматься кто-то читает до книги я сейчас либо слушать могу либо только до читать не могу я книжки мне нужны очки вот вот парадокс то какой вязать я без очков на уши войда читать нет там все буквы сливаются книгу как-то взяла все вот такое вот почему-то здесь еще как-то вот более-менее читаю да ну очень мелко тяжело мне а в книгу меня все сливаться стала там будет шрифт страны так я и не почитала короче говоря в общем у кого какой вот хобби да кто как переход делает вот от вышивки к чтению чтобы почитать отвлечься повышевает богу и кто-то повяжет кто-то пошьет что-то где-то что-то погуляет просто вот таким такими переходами как-то немножко вот это вот не приедается эта вышивка вот вот так так что что у меня есть сейчас время не вагон потому что сегодня ничего не надо делать погода такая что как говорится займи да и выпей да но я лучше пойду вышивать больше заняться нечем красота дети взрослые мне не надо ни в садик не в школу поэтому я предоставлю на сегодня сама себе вот в общем пошла я пошла да кстати куда я пошла куда лечу куда хочу я я то что пошла вышивать то я же не показала вам самое интересное самое интересное я не показала вам что я собираюсь вышивать сегодня продолжать вот этот сюжет вот он у меня мне надо закон заполнить все что вот здесь вот осталось не заполнено уже это место да где-то хотя бы и уже переставлять пяльца и продолжать дальше вот я этим и пойду заниматься сейчас покажу уже в конце недели что здесь у меня получится и она показывала вот в некоторых наборах есть такой лист а в некоторых нет я просто недавно мне написала моя подписчица она там спутала нитки в величии природы вот я пока показывал этот лист но она написала что у нее такого листа нет а у меня в величии природы есть такой лист это наверное который новое печатали возможно у них уже есть листы более ранние у них вот у них нету который я покупал тоже мне нет некоторых тоже наборах этого листа он как бы немножко все таки помогает тем что вот если по органайзеру можно вот так разложить 48 вот этих цветов да по по цифрам и уже и проставить вот эти значки для меня уже легче чем отыскивать вот эти цифры например которые у меня в саге вот ну а вот здесь вот это идет не нет не номера цветов а количество крестиков я так поняла я сначала думал номера цветов но нет и тут короче крестики и бэкстич вот тут написано что все сколько всего вместе вот это выходит вот вот так схемы конечно если кто не видел еще раз покажу вот такая для меня это просто темный лес такие схемы я бы не знаю я бы может даже может быть даже не вышивала я его без схем до что я помню как и золото руно вышивала как мне было сложно я их сканировать листы зачеркивала все потом еще надо было их стыковать ой для меня вот было сам сюжет несложно а вот то что вот это вот схема была помню как мне было тяжело вот ну сейчас все прекрасно так вот теперь я пошла вышивать все все пока всем привет ну что осень продолжается и у меня продолжается вот этот сюжет уже дело осени так концу а у меня еще нет у меня здесь выше то 70 процентов до конца не я не знаю почему я так решила что я его закончу вообще конечно это правильное было решение потому что раньше всегда у меня это получалось но тогда и осень была поспокойнее чем это вот и я на этой неделе вышивала этот сюжет три дня три дня я повышевал но в принципе с неплохим таким результатом я его повышевала и у меня получилось вот что вот что я вышила три тысячи крестиков то есть к в день ну не каждый день не по тысячи было у меня 1140 1306 и последний день 604 то есть уже понятно да было в этот день понятно что надо менять процесс потому что уже начала отвлекаться мне что-то скучно стало ну то есть я забилась того чего хотела значит по моему плану надо было закончить нижнюю часть и переставить пяльца да я вставлю вставочку конечно то что было у меня и сделать бэкстич у меня здесь просто ниточка осталась бэкстич я сделала на этом сюжете ну там дальше есть конечно продолжение этого всего здесь еще не доделала но тем не менее вот закончила наконец тут конечно еще не все нет вот это вот часть все почти здесь дошить надо только зеленым да но это не так скучно как вышивать вот вот это вот все и все вот этими наложениями наложениями это было нудно очень нудно вышивать вот сейчас как бы я переставил пяльца и добилась результата вышила значит жениха с невестой то у них вот головы вот так нет здесь будет зонт зонт я только начала вышивать он почему-то не все оказалось он красный вот почему не знаю розовый вообще розовый зонт это такой даже цвет ниток вот смотрите вот он идет розовый да видно вам вот ну конечно опять у нас за всю неделю солнца нет и ловить его бесполезно поэтому вот такая вот ситуация к этому надо просто привыкнуть это будет на протяжении всей зимы скорее всего ну хотя зимой бывает почаще солнце там как-то морозы что вот морозные дни чаще всего и они всегда это солнечный так в общем что осталось у меня полукрестов осталось три тысячи триста восемьдесят восемь если я взяла правильную ткань мне бы не надо было вот это вот все обшивать полукрестом а так как я взяла быть то что было в наборе то придется вышивать полукрестом на полукрестом вышивать тут по-моему вот так сейчас я посмотрю один цвет остался полукреста скорее всего да один цвет вот видите аста так будет отсвечивать если уберу то будет вообще не очень кого так да сейчас покажу вам просто один цвет остался и это вот сел и шпарь и шпарь и шпарь и шпарь вот ну просто это мне кажется за вечер практически можно сделать не отвлекаясь ни на какой дурацкий интернет вот и 5438 36 крестиков осталось не вышить то есть это мне осталось 30 процентов еще вышивать так вот 30 процентов осталось вышивать на этом сюжете здесь я нашла ошибку ошибка была сначала внимание обратила вот когда начала этот рукав вышивать я посмотрела на превью все-таки хорошо когда есть превью отшив какой бы он там ни был до цвета отличается не отличается скорее всего они высветлили как-то под шаманили поэтому получился вот такой вот он более синий чем у меня тут серый да я вообще посмотрел смотрю здесь вот смотрите крестики а у меня идет главное на этот в 2 в 2 нитки полукрест она есть еще полукрестом такой же вышивается вот он где-то тут вот идет там в одну нить полукрест я смотрю здесь думаю отличие какой-то здесь явно крестики на превью полезла значит а где у меня тут в ключ вот хорошо что есть вот все таки вот сейчас вот такие моменты когда есть ключ в наборах да потому что если нет ключа в наборе да то 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 там ну там тогда вообще просто идет крест по моему в таких наборах никаких полукрестов нету вроде как сейчас уже не буду путать не себя не вас но вот здесь посмотрела 47 вот он идет крест 2 нити вот обозначение точечка да и полукрест в одну нить вот так же как и вот здесь тоже там по-моему что-то и проверял у них показалось тоже есть какая-то ошибка вот и я сделала уже здесь тоже дошила платье невесте потому что здесь был полукрестом и здесь хотя мне как бы очень нравилось как смотрится так легонько было вот ну вот вот что получилось в общем то так что это это было с просторов интернетом перенабор найден я не знаю кто его делал просто набрала по моему я не помню уже два года прочесть прочти прошло как я его находила да где находила вот иногда мне просто приходят в личку или спрашивают где я нашла там тот или иной перенабор да я уже спустя два месяца могу не вспомнить просто то что я покупаю я помню а то что вот я в сети где-то находила я не помню иной раз и даже если вышла просто удалила и все ну чтоб не загружал мне там яндекс диск это эти наборы эти вот перенаборы и там прогрессы тоже надо удалять все это удаляется вот как бы они зачем они мне нужны не нужны поэтому я вот где нашла не я нам скорее всего вбиваю файлы вконтакте где раздел файлы есть если есть этот перенабор сети он всплывает если нет то его и значит надо искать по группам которые делают перенабор вот так в общем что я подумала что но еще дней шесть мне надо на этот сюжет скажем так это давайте 8 вот и он будет закончен я вам в декабре ну на следующей неделе что будет ноябрь там у меня так марусь кокотовский я же вышла в этом ноябре ну вот надо повышевать вот этот сюжет и у меня уже прям все кипит и горит по поводу новогодних сюжетов жду когда мы заберем заказ все свал берется тогда у меня уже поют зимние сюжеты мне уже ничего осеннего не хочется но что сказать про этот сюжет я не знаю вот как это вот говорят там примета это все это как бы ерунда какая-то все это глупости но это как бы знаете хотите верьте хотите нет в этом сюжете не все вот-вот давайте вот так прям мне что-то прям коробит от вот этого всего может надо было конечно ближе к окну что ли ставить не уже охот перестановку делать вот что я хочу сказать что на протяжении вот с прошлого лета и позав вот этого лета и прошлого лета у нас были дожди раз я осенью решила заканчивать то вот они были просто бесконечные они бесконечные до сих пор они не заканчиваются видят знаете вот хочется уже закончить потому что нужен снег да он был конечно этот снег ну и недавно был снег тоже у нас вот но все равно продолжается дождливая погода вот смех смехом да ну вот посмотрим вот я его закончу да посмотрим что будет дождь или снег декабре вот хотелось бы уже снегом грязь надоела вот смех смехом но вот так получается я не знаю почему я уже думаю надо какой-нибудь еще сюжет зонтом найти пошла там встретился у вовна да тоже влюбленные стоят под зонтом но он какой-то вот знаете статичный прям вот они стоят как куклы две вот в обнимочку она еще стоит нога у нее вот так взлетела тоже зонт там прому красный зонт но он вообще здесь вот как бы здесь вот какое-то движение чувствуется вот оно есть это движение потому что может быть как-то вот оторван от земли что ли девушка но не знаю почему но тут думаю нет какой бы там зонт не было но ни за что просто какой-нибудь найду детский может сюжет зонтиком ищу что-нибудь и был раз работает примета почему бы не поспользоваться такой ерундой да вот так что вот такие вот дела значит 70 процентов готова дальше конечно же буду вышивать зонт потому что мне надоело вот это все а зонт в такую вот знаете погоду в такое вот время очень прям нравится вчера еще у лили сплошные крестики видео посмотрела она вышивала там купила дракона который тоже хочу и у меня прям тоже все вот закипела за крутилась да но я его пока хотела бы конечно попозже купить но там такие красивые цвета вот прям на эти отрада для души на всю зиму так что так что вот так вот будем продолжать этот сюжет да люся люся пришла смотрит что я тут делаю так что то как-то у нее такой взгляд когда ты закончишь все это болтать и займешься нами котами я вот вроде как вас только что кормила вот ну в общем все будем продолжать конечно сюжет до завершения хотелось бы знаете в итогах его уже показать законченным вот что вот так всем привет ну что эта неделя у меня подходит концу сегодня уже воскресенье вот тогда у меня было на этой неделе всего-то два сюжета даже не помню в начале какой был скорее всего марусь кокотовский правда вот так хотя неделя была совсем пролетела очень даже быстро начало недели у нас была осень в середине где-то там почти к концу зима наступила мороза минус десять мы так обрадовались наконец-то грязь прикрыла но не тут то было вчера у нас непонятно погода была и до сих пор то лето осень то это уже весна наступила плюс 45 опять уже вот всера почти весь снег растаял опять вот так как в начале ноября тоже самое со снегом было все в общем зима прекратилась но у меня тем не менее уже новогоднее настроение наступает этом выбирала выбиралась и елку я на себя так не выбрал а зачем мне маленькая елка поставлю большую елку пусть стоит вот сейчас прям поставлю начале декабря но я шучу конечно нет начале декабря мне не хочется пока вытаскивать она надоест до нового года вот но тем не менее на этой неделе я вот занималась видите связала еще одно туловище руки уже второго уже ноги пошли мне вот осталось собрать но мы поедем завтра мне надо забрать уже заказ тогда до двадцать восьмого хранится на вал берез все и я тогда доделаю это все уже конечно меня это все нервирует недоделка вот это он у меня уже бы даже я бы нам найти если все было сделано я бы себя подогнал и быстрее бы закончила это все вот такой вот расчлененка да там еще вязать конечно одежду надо всю эту ой я не знаю вот как вот смотрю у ее наталья по-моему зовут да иванова у ней прямо игрушка за игрушкой ну наверное она конечно же не вышивать только этим занимается но тем не менее вот за один день я на не могу связать игрушку сколько дней вязать надо неделю потом еще одежду но у ней как-то все это быстро получается у меня еще в мечтах котики есть а вот от нее вот но я на этой неделе еще взялась вот вышивать вот такие вот штучки сапожки вернее сапожек один сапожек у меня прошляпила что-то я и потом найти решил да зачем они мне нужны там еще шапочка свитерок думаю что с ними у меня своих он лежит вагон и тележка новогодних надо елку дошить хочу и вторую половинку от елки дошить еще вот такой вот лежит вот варежка и что что мне вообще не понравился в этом наборе мне не понравился бэкстич вот в этом наборе я показываю потому что ну если вы даже слезать этот сюжет куда его прилепишь да вот здесь как бы нужны дырки под него так на конве что ли что-то вышивать ну ладно тут все равно ключ нужен смотрите что мне не понравилось вот этот бэкстич он перекрывает значки и ты сидишь вот здесь я я сначала не вышел а пропустила вот этот вот оказывается тоже белый цвет думаю нам вот такой же не видно вообще не видно некоторых вот здесь вот смотрите вот там догадывайся вот тут уголок выглядывает красный значит наверное вот этот вот значок тут еще где-то в каком-то вот здесь вот в этих местах был то ли тут каким цветом белым или каким и вот вот здесь вот так сливал что я чуть не пропустил вот эти вот зеленого цвета это у меня какого терморучка но в принципе зачем она мне потом нужна будет я не собираюсь его вышивать вторично потому что ну нужна основа а где его еще где-то вышивать так что не знаю в общем не думала об этом вот и вот перекрывают значочки вот эти вот дурацкие бэкстич многие вот здесь вот например перекрыл что здесь плюсик или что догадывайся сама вот в таких местах мне вот это не понравилось вот в этом сюжете потом значит так инструкция я не помню было наверное тут как по сборке но вот здесь вот момент я сначала думала знаете вот это все вместе вот так прошивается ну просто как типа как декоративная штучка оказывается здесь так просто они не прошивая коса вот это вот как получается как сапожок маленький думаю классно знаете что решил сделать сапожок положу туда конфетку и вот на снеговичок повешу и так буду внучкам отправлять я надеюсь я я просто успею меня уже мандраж начинается из-за этого всего что я не успею до нового года то что надо еще отправить то все почта я не знаю мы как поедем когда поедем если но если даже я заберусь там после нового года ехать то уже после нового года ну как-то это не интересно надо это к новому году поэтому вот так это был подарок от моей подписчицы вот значит этот закончат я вот не то что прям сидел целыми днями раза три вот брала его по чуть-чуть днем немножко время когда свободное есть прицепи у меня сейчас много свободного времени и я вот повышевала его немного по бумаге какой перенаборщины время на утратить или искать даже не стала такой мелочи вот так вот такие дела но вчера у нас была суббота вчера я уже не хотела вышивать влюбленных на вокзале вот но я чувствую начинается у меня до повышевал три дня я добилась того чего хотел все мне уже как бы интерес пропал мне не хочется возиться с этим всем и вчера уже думал тупо вышивать это я думаю раз так ты себя ведешь тебе не знаешь что ты хочешь бери величие природы и вышивай знаете я взялась как-то вот сейчас и знаете как-то вот втянулась вчера я сделала на нем тысячу крестиков вот я брала его 4 там 594 вчера вот этот же цвет я все отшиваю тут еще немножко повод по этому по это по сих пор где должна вышить осталось его ну вот так вот сейчас выглядит величие природы мою вот так мне вроде как бы немного да вот здесь казалось бы но вот вот тут тоже здесь нет нигде таких мест где ты можешь там спокойно повышевать отдохнуть они все вот такие намешанные но это еще не самое сложное как я выяснила недавно в контакте у одной девушки она скинула кусочек схемы которая сейчас вышивает там просто просто мрак какой-то я подумал что у меня еще так лайтовенько здесь все еще не такая многоцветка как как хоть как ну страшно это как возможно было бы так я что-то тут уже упустил на что оставлю а то потом я буду вот мучиться вот и я еще вышиваю значит сколько у меня есть процентов сейчас на 37 процентов и 9 ну чуть-чуть осталось там до 38 и вот коллекция к лет 11 процентов тут у меня выше то вот тоже вот так вот сейчас все это выглядит вот это я все выходные вышиваю сегодня выходной я дальше буду продолжать вот этот вот какой-то синий цвет уже я пошла уже по вазам там все вот таким образом я не знаю мне почему так легче вышивать вот такой разброс нежели кусками какими-то отшивать вроде бы казалось вот с этой стороны можно взять и шить вот это будет вообще просто отдых да но но не знаю мне хочется как-то уже вот 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 это вот это вот увидеть что-то все пальцем показываю что-то вот такое вот увидеть то есть то есть вот этим я занимаюсь еще еще помимо того что я вам показываю не показываю постоянно это величие природы попозже покажу может быть следующей неделе как-то а что показывать там тысячи крестиков от 1600 почти крестиков я вышила но вывод не заметите даже это вот на таком большом сюжете это просто капля в море получается что и на коллекции коллет но тут уже конец но сегодня последнее воскресенье этого месяца да сегодня же так что на следующей неделе я уже буду ее показывать вам что там на вышивала в принципе вот понятно да что выходит что получается вот так думала по поводу думаю нас очень вот на заберу свои заказы думаю снять их неделю а может отдельно соберу все когда дойдут и сниму покажу наверное там немного конечно все равно это их даже посмотрим их но просто будешь занимать в видео опять много времени выше вышивальной недели вот и там там все-таки там заказы на вал перец приходит быстрее чем на зон вот на зон я 17 заказал до сих пор все и должна быть доставка доставка ничего не написано что 10 дней а тут заказываешь да я не всегда могу забрать вовремя конечно но все равно 3 максимум 5 дней они приходят бывает конечно заскоки там за какие-то но тем не менее для меня как-то вот более приемлемый этот сайт поэтому этом заказывают вот так вроде все вам рассказала показать сейчас включу вам небольшую заставку о природе о погоде том что у нас творится так для поднятия настроение а большое спасибо всем кто писал мне как нужно делать перенабор девочки спасибо большое но я знаю как делать перенабор без подложки я училась сначала по этому моменту как делать перед набор без подложки я делала маленькие такие перенаборчики большой так делать бы я не стал потом я у светлана волковой училась делать перенабор по подложке и как подложку эту подкладывать друг с другом стыковать это я все 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 училась у ней все это я знаю все это я умею но иногда мне это просто лень делать особенно если надо будет стыковать и стыковал по четыре листа у меня получалось да есть перенабор мой но восемь листов еще так посмотрел думаю не не хочу этим заниматься зачем когда уже есть готовый его я просто купил вот и все человека сделал потратил время и также могу заказать сейчас не тратить свое время вот наталья самохина я заказываю когда мне это необходимо вот срочно но сейчас мне нравится набор овен что там есть уже перенабор вот у рту не знаю там по моему нет еще ничего спасибо большое мне скинули ссылку на сайт чудесная игла да они дают свои перенаборы на надо только скинуть им фото своих наборов там какие вам нужны я не пришлют перенаборчик тоже оказывает такое есть ну вот видите некоторые уже подстроились под современные лата да она современ стали современные рельсы некоторые вот только обещает они все обещают обещает обещает купишь набор думаешь блин тут опять перенабором проблема вот так так что большое вам девочки мальчики спасибо за комментарии отзывы за отклики ваши за рекомендации некоторые большое большое вам спасибо большое спасибо за просмотр этого видео за лайки за дизлайки желаю вам прекрасной осенней погоды солнышко но мы с вами встретимся в следующем видео всем пока пока и 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 вот что получилось здесь сейчас я вам вставляю кадры и дождь и сейчас пошел снег и наконец-то на земле ходить не возьмите польскую и 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